Заседание нового созыва главного закона творческого органа области проходит в обстановке поствыборной борьбы. Теперь рассмотрение любого вопроса превращается в крики, в переход на личности и отсутствие какого-либо конструктива. Как правило, все заканчивается скандалом. Да и поднимающиеся вопросы не совсем в компетенции ЗАГС Собрания. Не исключением стал и вчерашний день. Фракция КПРФ внесла в повестку дня вопрос с увольнением директора 72-й школы. Как это касается депутатов, что они могут сделать? ЗСО не трудовая инспекция, не прокуратура. ЗСО по определению должно заниматься составлением новых законов. Уверением старых оно принимает бюджет. Частные проблемы может решать депутат, но не весь орган государственной власти. Мы в течение двух недель, к сожалению большому, практически на каждом официальном заседании, будь то комитета или законодательного собрания, или как сегодня рассмотрение ситуации на совещании по конфликтной ситуации в школе номер 72. Сталкиваемся с одними и теми же методами политического шантажа. По-другому я не могу назвать эту ситуацию. Политического шантажа со стороны некоторых депутатов фракции КПРФ, которые делают все, чтобы обвинить депутатов, обвинить государственную власть, сорвать заседание. Разговор на вчерашнем заседании начинался конструктивно. Правительство региона, муниципалитет поведали трехлетнюю историю сложностей в самой большой школе региона. Депутаты всех фракций озвучили свою позицию. Казалось бы, вопрос исчерпан, но не тут-то было. Матвей Володарский блокирует зал и грозит собравшимся голодовкой. Соратники по партии назвали заседание цирком, причем не скупились на оскорбления. Сегодняшнее совещание опять-таки перевели все в формат цирка. Здесь начали откровенно, просто-напросто оскорблять Людмила Петровна. Это как бы первый наш шаг, это вынужденная мера, потому что других вариантов, к сожалению, достучаться до власти, до единой России, до этих одноклеточников, это невозможно. Депутаты разных партий предложили выходы из ситуации и помощь. Вы уже сказали, как факт, направили в инспекцию и прокуратуру. Есть сроки рассмотрения. Как вариант, давайте их дождем все эти сроки рассмотрения. Если ваше увольнение незаконно, все отходаете, вас он становится никуда не денется. Это дорого. Никуда он не денется. Еще раз говорю, следующее, пойдемте в сумму, но давайте ставить точку над это. Абсолютно справедливую и объективную. На законности и объективности настаивали все. Дмитрий Грачев предложил оплатить услуги адвокатов директору, если она пойдет в суд, и призвал присоединиться депутатов Единой России. Фракции КПРФ он предложил найти тех юристов, которым опальный директор смогла бы доверить свою судьбу. Однако конструктив оказался не нужен. После совещания депутаты фракции КПРФ Матвей Володарский и Виталий Кузин объявили голодовку. Принципы майданного воздействия на власти и на народ в действии. Остальные депутаты не осуждают директора, но методы коллег по парламенту их не радуют. Директора школ направили коллективное письмо с просьбой, поскорее разобраться с ситуацией и защитить права детей 72-й школы в Законодательном собрании региона. Вот как они комментируют эту акцию. Я подписала письмо, обращение в адрес Законодательного собрания наравне со своими коллегами 47 подписей, которые были собраны директорами города Ульяновска. Это инициатива Совета директоров, Совета работодателя, людей, которые сегодня возмущены той ситуацией, которая вокруг 72-й школы. Всем ясно, что школа – это такой организм, где должны сплоченно работать все участники образовательных процессов. Это родители, это педагоги, это дети. Конечно, когда нет стабильности в коллективе, о результатах работы можно судить не совсем положительно. Я против нее ничего не имею. Мы с ней просто коллеги. И часто встречаемся и на совещаниях. Но вот в данной ситуации ту позицию, которую она выбрала, я просто осуждаю. Она превратила школу в поле политической борьбы. Можно ли собирать подписи с детей? Можно ли устраивать митинги в школе? Стоит ли устраивать майданы с участием детей родителей на территории учреждения образования? Стоит ли поступать с безопасностью учеников в угоду политическим интригам? Директора, педагоги, общественность, депутаты не против директора, но все против методов, которыми Шишкина действует, не понимая, что она лишь пешка в этой игре и ей всегда пожертвуют в угоду политическим интересам. Никто, даже чиновники Минобра не умаляют опыта и заслуг бывшего директора. Не зря ей была предложена должность в министерстве. Однако она выбрала стать разменной монетой в игре регионального отделения КПРФ. Хочется верить, что в дальнейшем Людмила Петровна сможет восстановить свою карьеру. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.